Табачные изделия Табачные изделия Совершенно верно от окружающих, поэтому именно родители не должны быть примером этого глупого занятия. Дело в том, что ребенок следует примеру, а не словам. Часто можно видеть, насколько похожими на своих родителей вырастают дети, даже если те крайние не согласны с их образом жизни. Действительно легче ответить, а почему курит тот дядя, чем ответить, почему курит папа, или еще хуже, почему куришь ты. Ведь тот дядя может чего-то не знать или быть болен, а сказать такое про родителей, значит подорвать их авторитет. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. По мнению психологов, основными причинами, по которым современные люди начинают курить, является тяжелая и нервная работа, ссоры в семье, желание казаться взрослым и стильным. Но на самом же деле у каждого курильщика существуют свои детские оправдания по этому поводу. Я курил только в видовую пищу. У меня нет зависимости, я могу бросить в любой момент. Мой дед курил до 96 лет. Я снова начала курить после того, как этот козел ушел. Это лад, мне не вредно. Если бы меня кто-нибудь заставил, я бы бросил. Перед курением не доказано. Я боюсь, что меня разнесут. Прочитаю Алина Карра и брошу. Я, конечно, понимаю, что это вредно. У нас сложный период жизни. Бросить курить очень трудно. Вдобавок, многие курильщики думают, что вред от выкуренной сигареты не получится исправить. А значит, не стоит пытаться. Ученые давно обнаружили аргумент такой позиции. Оказалось, после того, как человек бросает курить, легкие его начинают восстанавливаться. Не до идеального исходного состояния, но все-таки гораздо активнее, чем считалось до сих пор. Вред курения очевиден. Это понимают и сами курильщики. Так стоит ли себе задать главный вопрос? Может быть, пора завязать?